С вами Фрей, здравствуйте! Я должен признаться, до меня не дошло, как выбраться из этой ситуации. Я гулял, я что только не делал, я нихрена не понял. Но, но, потом я ложился спать, и я вспомнил, я вспомнил этот момент, я вспомнил, в чем прикол. Прикол в том, что единственная подсказка, как достать эту самую певичку, это мама Кейт. Потому что мама Кейт закрутила роман с певцом. И певец может знать, что делать дальше, поэтому необходимо позвонить маме Кейт, если я могу ее найти. Это Дэн, это офис, это мама! Кейт, посоветуйся с мамой! Привет, мам! Кейт? Ой, вот это сюрприз! Солнышко, а ты на часы иногда смотришь, почему ты звонишь в виде ночи, а? Извини, мам, забыла о разнице во времени. Я тебя разбудила? Конечно, разбудила. Я уже давно сплю. Детонька, мне необходимо как следует выспаться. У меня завтра чертовский сумасшедший день, знаешь ли. Извини, пожалуйста, но это правда очень срочно. У меня мало времени. Ну, если и правда на завтра не терпит, то конечно. Но расскажи, бабочки, что у тебя стряслось? Да, имей в виду, Дэну я вместо тебя звонить не буду, если ты об этом. Мам, слушай, ты говорила, что сейчас охмуряешь какого-то Моровича. Или как его там? Малкович, зайка. Фрэнк Малкович. А, да, точно. Он ведь оперный певец, так? Точно. Говорят, когда-то это был лучший в мире тенор. Представляешь? Это здорово. Тогда он мог знать одну знаменитую певицу. Ее звали Елена Романская. Она тоже русская. Ты его не спросишь? Родной, если ты увлекаешься знаменитостями, Фрэнк тебя с любой познакомит. Сейчас я его разбужу, и пусть он сам тебе все расскажет. Так он уже рядом. Ты хочешь сказать о том? Да. Фрэнки, Фрэнки, это Кейт. Кейт, ты слушаешь? Фрэнк говорит, что он когда-то за этой романской ухаживал. Ничего серьезного, просто платоническая влюбленность. Говорит, у нее потрясающее сопрадо. Отлично. А он знает, где она сейчас. Она еще поет? Где мне ее найти? Минутку, зайка. Фрэнк говорит, что она была тяжело больна и бросилась в сцену. Она отдыхает на каком-то курорте. Кажется, это место называется Аралабад. Только это было 15 лет назад, и он точно не помнит. Снимаешь, солнышко, когда Фрэнка разбудишь, ему нужно время, чтобы прийти в себя. Спасибо огромное, мам. И Фрэнку передай спасибо. Вы оба у меня просто молодцы. Спасибо, я тебе еще перезвоню. Ага! Халамарбат! Или как там его? Я ж говорю, это такая запутанная штука. Вообще, даже в каком-то смысле действует на нервы. То есть, понимаете, в чем прикол? Я, честно говоря, не знаю, как мне это удалось. Это, видимо, мне удалось абсолютнейшим методом тыка, потому что я абсолютно не владею логическим мышлением. Вот. Но в свое время я действительно каким-то образом додумался, что надо позвонить маме, потому что, как я уже говорил, Сибирь это, по-моему, единственный квест, который я смог когда-то давно пройти сам. Я думаю, если сейчас меня за него посадить, я охренею просто. Вот. Поэтому давайте лучше наслаждаться не логической его стороной, а все-таки стороной сюжетной. Но, конечно же, подсказка была. Да ё-моё! Подсказка была в том, что она, конечно, с ним встречается. Алло. Я тебя разбудил? Я не могу заснуть. А все эта история в голове вертится. Какая история, Дэн? Да наш спор с тобой. Ты что, забыла? Мне нужно с тобой поговорить. Знаешь, по-моему, мы оба просто перенервничали тогда. Не переживай, ладно? Ладно. Эмоциями и правду ничего не добьешься. Знаешь, я себя таким дураком почувствовал, когда трубку положил. Мне ужасно стыдно. Правда? Честное слово. Я оставил в кабинете дверь открытой. Меня наверняка все слышали. А, ну прости, Дэн. Ты уж извини за меня перед коллегами. Ничего, солнышко. Ты только обещаешь, что больше такого не повторишь. Ты есть обычная такая милая. Знаешь, я начинаю бояться, что между нами теперь не просто пара тысяч километров. Ну да, у меня столько новых впечатлений. Да, я уж вижу. А наследника ты так и не нашла? Нет. Держи меня в курсе, ладно? Ты же знаешь, как я тобой дорожу. Возвращайся скорее, хорошо? Я постараюсь. Целую, Дэнни. Да, к сожалению, как я уже говорил, я помню, что Вторая Сибирь начинается с того, что ей уже некуда терять. Это нечего терять и некуда возвращаться. Вот. Так что мы можем быть уверены, что с Дэнни ничего хорошего не будет. А, это вы, мисс Волкин? Я, кажется, поняла, где искать Елену Романскую. Как? Вы разыскали Елену? Не может быть! Не совсем. Из третьих, уст мне сказали, что она вармалабалабаладе. По моим сведениям, она должна сейчас жить в Аралабаде. В Аралабаде? Елена, в Аралабаде! Так вы знаете этот город? Знаете, где он? Да, конечно! Это известнейший курорт, что вы! Все высокое начальство ездило туда на воды. Получить путевку в Аралабад было все равно, что заслужить орден. А теперь ни орденов, ни генералов, ни великой страны. Все смыли волны времени. Все. Наверное, там хорошо отдыхать и восстанавливать здоровье? Думаю, для госпожи Романской больше подходит Комсомольск. Она должна ценить, как здесь мирно, спокойно, тихо. Душно. Так, все еще орловат, потому что, блин, я знаю, что ты меня можешь отвезти, блин. По моим сведениям, она должна ценить. В Аралабаде? Так, наверное... Думаю. С вашего позволения мне пора. Да, до встречи. До встречи. Эй, я... Какого черта? Я был уверен, что ты мне дашь возможность переместиться в Аралабаде. Директор. А? Задача. А как добраться до Аралабады? Есть одна возможность. На фабрике никакого транспорта и не осталось, а вот у старого алкоголика, у него наверняка что-нибудь найдется. Что за старый алкоголик? Значит, вы все-таки здесь не один? Вы что ж, не заметили космодром на холме? Там сидит один ветеран, такая же развалена, как все вокруг. Охраняет объект. Правда, звезды для него уже давно остались только те, что на коньяке. И вы думаете, у него можно попросить машину? Наверняка не скажу. Надо еще застать его трезвым, а трезвым он бывает нечасто. Ну, надеюсь, вам повезет. Ладно, и как попасть на космодром? Туда ходит монорельс полностью автоматически. Я его включу, когда сядете в вагон. Ну, замечательно. Ну, пожелайте мне удачи. Не подведите, мисс Уокер. Да уж я постараюсь. Она уж постарается. Собственно говоря, ну и логику в этой игре. Надо сначала сказать орловат, потом сказать задачу, потом сказать помощь, потом сказать задачу, потом сказать кейт. И тогда он пропускает меня куда надо. Ой, какого черта я нажал на кнопку? Обратно будет анимация? Похоже, монорельсом управляют откуда-то еще. Ладно, забыли. Я постараюсь в следующий раз убирать руку с мышки. Эй, а как? А, сюда. Понятно. Кейт, здесь нет учителей. Она убежала по коридорам, потому что здесь нет учителей. А ты как? Алло. Кейт, это ты? Как дела? Оливия, отлично. Тебя-то мне и нужно. Слушай, ты что-нибудь слышала о Елене Романской? Нет. Это что, русская модельерша? Нет, это певица знаменитая. Я должна с ней скоро встретиться. Вот только найду способ добраться до Орлабана. Представляешь, как мне повезло? Да уж. Не совсем. А при чем здесь певица? Ты же игрушками занимаешься. Слушай, ты уверена, что знаешь, что делаешь? Ты какая-то другая стала. Понимаешь, если я хочу найти этого Фаральберга, то мне сначала придется привезти ее к директору местной фабрики. Не бойся, я прекрасно знаю, что делаю и зачем. А почему ты решила, что я изменилась? Да так, просто показалось. Ты как-то теперь более уверена в себе, что ли, сильнее стала. А что, это плохо? Вот-вот, видишь, ты теперь чуть что сразу на дыбы встаешь. Я, кажется, начинаю понимать Дэна, с тобой все труднее иметь дело. В каком смысле? В смысле? Ну, мы тут с Дэном ходили в кафешку, выпили пару коктейлей. Ему надо выговориться, понимаешь? Ему так одиноко. И что же он тебе сказал? Да ничего особенного. Просто у него такое впечатление, что ты его начала избегать. Он тебя понимать перестал? Вот вчера, например, мы были в кино, и он сказал, что тебе бы это не понравилось. А я сказала... Ты хочешь сказать, что ты встречаешься с моим женихом? Походу, да. Да, да, ты кто? Да. Значит, он тебе нужен. Это его здорово порадует. Так вы скоро снова увидитесь? Завтра вечером мы с Ольбергом идем. Ты ведь не угрожаешь? Нет, не беспокойся. Слушай, мне пора, счастливо. Да. Он, значит, все-таки не муж, а жених. Ну, хотя бы развод не надо подавать. Теперь понятно, какого черта они разойдутся. Там у них еще и не Елена Романская, но Ольга, или как она там, господи. Как ты ее назвала? Ну-ка, стой, погоди. У тебя ее номер, наверное, в телефоне есть. Офис, шмофис, мама, Оливия, Дэн, офис. Оливия, ясно. А, да какого черта? Я не хочу звонить в офис. А, нет, ты просто убираешь телефон. Ну и замечательно. Похоже, здесь ничего нет, кроме старой убогой лестницы. По которой можно взойти. Блин, я не помню, чтобы мы... А, чё? О чем-то я могу говорить о новом? Орлобат, птиц... А, другая птица. Собственно, я не вижу никаких птиц, я только слышу их. Больше похоже на кошку. У Эдки-то неплохо получалось птиц изображать. Нет, не то. Не могу изображать птиц. Потому что я тупой. Ладно. Нет, это больше похоже на кошку. Это не то, что мне надо. О! Что это? Не похоже, что эта штука работает. Черт, эта штука может работать, но я ее клещами, а она скажет нет. Ну, кто-то есть, ведь. Кто-то тут есть. А Кейт не хочет туда идти почему-то. Почему ты, Кейт, не хочешь туда идти? Ты... Ты не права. Блин. А, это кнопка. Не похоже, что эта штука работает. Угу. А, а там внутри птица. Там не человек, там птица. Все, я понял. Я понял. Поэтому мне пока сюда не надо. Мне в таком случае надо в другое место. Ну, ведь не применить же молоток на птиц. Или что у меня там, отвертка? Отвертка. Давайте отвернем птице голову, да? Нет, так дело не пойдет. Однозначно. Ну, что же. Что же. Черт, я надеялся, что здесь или обсерватория, или космодром, или хоть что-нибудь звездное. Слушайте, я кое-что... О, я столько всего понаспоминал. Слушайте, во-о-о, вот это я вот хочу вам показать. Разумеется, я не буду это рассказывать, пока вы это не увидите. Ну, у меня есть несколько свежих воспоминаний. Это отлично. Это, возможно, поможет мне в будущем. Хотя ни хрена мне это не поможет, потому что... Честно говоря, они касаются сюжета, они... Мне нужен ключ. Ну, и что так крутить, если тебе нужен ключ? Зачем так крутить, если... В общем, теоретически я могу что-то перемещать с места на место. Понимаете? А тут что у нас интересного? М-м-м, человек. Вау. Слава тебе, господи. Нашел человека. Так, ну если играла музыка, это нехорошо. Э, чё? Э, ты хочешь с вами разговаривать? А, зараза. Водочки, водочки, да. Конечно. Нос-то уже красный. Извините, сэр. Э, простите за беспокойство. Эй, вы меня слышите? Три, два, один. Пуск. Пуск. О-о-о, мать честная, кто к нам пожаловал? Какие девушки теперь по космодромам гуляют? Пожалуйста, не волнуйтесь. Мне просто нужно немножко информации. Да ты что, коза, словы свалил? Чё, блин? Никакой информации. Ни единой военной тайны никто здесь не выведает. Никто и никогда. Как пустаму положено. Ясно? Ну вот, тублюдок, а. Так, ладно, музыка. Ты сейчас долбанёшь, не правда ли? По полной. Да? Ту-ду-ду-ду. Да? Она ещё играет или нет? Так, пока тебе космодромщик, я музыку послушаю. Не могли бы вы, ладно, неважно. Всё равно он, как там эти русские говорят, лыка не вяжет. Я не пьян. Ну, разве что чуток в этом же... Да. Ну, как раз она разыгралась. Ну, что-то она особо не вдарила, да. Ну, и хрен с ней. Не будем потакать музыке. Не будем изучать её порывы. Странно. Я же заначу тут пару бутылок. Надо пойти пролетать. Тут духотища. Мы с тобой потом ещё тяпнем, ладно? Хм. Ты куда помылился, полковник? Эй. Кого шёл? Полковник. Чёрт, он свалится. Или нет? Да. Осторожно, не наклоняйтесь, а то... Интересно, где он? А, он здесь. А-а-а-а. В этом есть только один единственный смысл. Мне, получается, нужно ключ достать. Так. Это чё? Это водка. А-а-а, на кой хрен мне водка? И вообще, я мог с ним поговорить... А-а-а, ладно, неважно. Вот так вот. Хочешь как лучше, а получается полная лажа. Это не ключ, а где ключ? Должен же быть ключ. М-м-м-м. Нету ключа, ну что ты будешь делать? Ну вот, нету вот ключа, и всё тут. Он... Он его куда-то запрятал, и я не могу найти ключ. Это нехорошо. И... Блин. Сбегать к нему, что ли, посмотреть? Или вот... Ну давайте глянем ещё раз сюда. Ну вот он. Вот я якобы могу использовать эту хрень, но... Нужен ключ. Ну ладно, попробуем найти ключ. Почему бы и нет. На гребне речной волны, или что там? На гребень, на... На стрижне речной волны. Как-то так. Можно, возможно, обыскать его карманы. Нет? Нет? Полностью. Куда ты мог деть эти ключи? Ты полковник, капитан, или как тебе там... Куча этих майоров и прочих военных чинов вокруг. Во, вот здесь, кстати, может быть ключ, если это место вообще открыто. Так что, кейт, давай заценим. Там наверняка есть столы. Просто вот мне кажется, что если ключ где-то находится, он находится на столе. Это вот стол, не правда ли? Ключ. Это ключ форальбергов, это не то. Мне нужен ключ. Да, это как раз ключ форальбергов. Ты можешь его вставить, да я знаю. Нафига только, непонятно. Вау. Полетели! Нет? Ничего не работает. Ладно, неважно. Здесь больше ничего нет. Ладно, ладно. Продолжим исследовать дальше. Есть вероятность, что птичка может сказать что-то новое. Не очень-то большая вероятность, но... Она есть. Так что... Ой, не следует сдаваться. Give up on hope. Do not give up. Don't give up. О чем я могу поговорить о новом? О дирижабле! Нафига! Там, кстати, тонна птиц у этого дирижабля... Ё-мо-сан. Ё-мо-сан. Теперь понятно, откуда все эти птицы. Они живут в дирижабле. Я в шоке. Просто в ужасе. Так, разумеется, эта птица сегодня туда не пустит. Мне нужен ключ. А, нет, тебе здесь тоже нужно ключ. О, господи. Сколько тебе нужно ключей? Эти... У тебя... Клещей тебе не хватает, да? И отверткой ты там не можешь. Все. Открыть. Ну, ладно, ладно. Ладно. А это что такое? Это все еще на дирижабле, да? Да, да. Да. Ну, ладно, ладно. Так. Значит, получается, мне нужно все-таки поднять капитана. Ну, то есть, не капитана, а майора, то есть, не майора, а... Я уже даже не знаю, кого. Пилота. Давайте будем называть его пилот. Мне нужно поднять пилота. Ну, как это сделать? Для этого мне нужен ключ. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Опять промазал. А, сейчас, 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 сейчас. Все вернется на круги свои. Брысь отсюда. Вот. Хм. Хм. А внизу ведь тоже ничего нет, да? Хм. Но мне нет лучшей идеи, кроме той, что ключ должен лежать на неком столе. Мне почему-то... Когда разговор заходит о ключе, я себе присталю стол и не могу ничего другого с этим поделать. Вот в чем моя проблема. Эта хрень не работает, я знаю. Не похоже, что эта штука работает. Ма-а-а. Черт. Мя-а-а-а. Мя-а-а-а. Ладно, с этого момента я сам по себе, а вы сами по себе. Слушайте, я аж с выключенным микрофоном Я вдруг заметил, что у меня есть лупа Ой-ей И здесь Что-то есть И вот есть ключ О-о-о, круто И огромное количество Комсомольской конструкторы Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Товарищи После проверок Первая космическая комиссия Вторая члена комиссии Третья последние несколько лет В заключение Мы вынуждены Объяснить Об окончательном сокращении программы Они хотели полететь в космос Все с ним ясно И все, здесь больше ничего нет Ясно? Компренди! Е-е-е-е-е! У меня есть ключ! Это... Это прогресс! Прогресс со мной Да пребудет И я могу Ткнуть им В замочную скважину Ну что, ты ожил? Как я там? Эй! Алло! Ага, уже что-то Уже что-то происходит Это что такое? А это? Это неизвестно что А это? Ага! Ага! Почему-то музыка заиграла Я что, так-так Вон и должен сидеть Или что? Блин! Стоп! Погодите-ка! Так нельзя А вот так тоже нельзя И так тоже нельзя Ну что такое? А это тоже не нажимается Что-то тут не то, блин! Что-то я не то делаю Ну да, он изначально был В этом положении Ничего нельзя Что-то там Блин, а? Нет, 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 нет А, ну да Ну я это делал, да Ё-моё Глина Но видимо он должен По каким-то причинам Находиться вот в таком положении Потому что заиграла музыка И вот находясь В таком положении Чё-то вот Чё-то это значит Что-то тут, блин Неспроста Всё это у нас Происходит Мне вообще кажется Что его надо Обдать водой Мне кажется Что какой-то из этих вот Труп Наверняка ведёт К воде О, вентиль Ого О И чё он делает Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ну-ка, ну-ка Ну-ка, ну-ка Ага Куда-то пошла вода И теперь я могу Направить на него воду Йес Вот И я направил на него воду Когда он будет под трубой О Так что ща мы с ним разберёмся С пьянчугой хреновым Вода Такой душик Ща Я честно говоря С ним с пьяным Вообще не стал разговаривать Но может быть Это я правильно подделал Историю игры Потому что возможно Кейт и не стал Возьми разговаривать Пока он пьян Вот так вот он Вроде бы под трубой Ну-ка попробуем Не хрен там был Он там был Под трубой Ай Ну ладно Все, давай Вставай Парень Только так И можно Све вести Это, кстати Гениальный автомат Это Такой должен быть У каждой жены Вода? Откуда вода? Э! Хватит! Прекратите Сейчас же Да вы что Утопить меня решили? Не-не-не-не Как можно В самом-то деле Я могу к нему идти? Вроде могу Ага Отлично Хоть Хоть поговорю Впервые В жизни С человеком Ну хоть Я даже не знаю Возможно Не так отнес Перетягой нести будет Честно с ним Слышишь ты Янчуга Фигов Совсем заскучал Тебя бросили Да? Ну вот ты и нажрался Все понятно Успокойтесь Все окей Просто утренний душ Вы вчера немного перебрали Это точно И не в первый раз Думаю, что и не в последний Ой, черт Лова трещит Говорите им Шепотом Ладно? Извините, пожалуйста Я не нашла Другого способа Привести вас в чувство Да Способ Вы нашли Что надо Вижу Вы вообще Решительная женщина Indeed Ну что же Можно теперь рассказать Ему вообще Все, что я могу Ему рассказать Для начала Представлюсь Я Кейт Олкер Юрист Занимаюсь Очень важным делом Вдаваться в детали Не буду Но у меня Здесь случилась Вынужденная посадка Приветствую вас На Краснознаменном Космодроме Славного Города Комсомольска Разрешите представиться Полковник Борис Шаров Летчик-коспедатель Несостоявшийся А теперь Вот охраняя Остатки Болославы Грандиозный комплекс Жалко, что заброшено Вся космическая Программа Заброшена Вот она Жизнь Сегодня ты на Первой полосе А завтра Никто не вспомнит Да Жизнь именно такая Задача и помощь Это все фигня Интересно Что ты знаешь Про автоматы Я думаю Ты много знаешь Про автоматы Раз у тебя там Ключ автоматов Лежит Я ищу одного человека Задача, знаменитая Задача, знаменитая летающая Крыло Естественно Ну, если все Я немного Я немного разбираюсь В том, как работает машина Ганса Форальберга Как устроена Эта ракета Не могу объяснить Вы же видите Я простой солдат Не какой-нибудь там Инженер Авиакосмических наук Да Это чистая правда Я думаю На этом мы Будем завершать Большое спасибо За помощь Извините Что разбудила Вас так грубо Ничего Приятно было Поболтать А теперь Пожалуй Пойду На боковую Эй, какого черта Ты опять хочешь уходить? А, нет Слава тебе, Господи Стоит Пойду на боковую И стоит Лично меня это устраивает Давайте увидимся В следующий раз С вами Субтитры сделал DimaTorzok